Мария, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Кузнецов Виктор. Очень приятно. Значит, вы наш финалист. Я ваш финалист. Расскажите, как вам ваше выступление, как вообще участие и само мероприятие? Не первый чемпионат в моей жизни и классный очень фестиваль. Это вообще-то был мой следующий вопрос, но ладно. Классный фестиваль, очень много людей. Мне радует, что удалось привлечь так много гостей. И отличная организация. Организация мне очень нравится. Наверное, такие фестивали популяризируют кофе лучше, чем суперпрофессиональные, какие-то сухие штуки, которых у нас тоже немало в стране проходит. Ну и что-нибудь именно про ваше выступление? Может быть, какие-то косички были или наоборот какие-то инсайты, взлеты? Было же два выступления вчера, чтобы попасть в финал, и сегодня, чтобы стать чемпионом. Да, конечно, я знаю. Вчера я словил самый большой кайф от выступления. Это был прям... Ну, есть правило, да? Если ты хочешь быть чемпионом, не хочешь быть чемпионом, ты должен получить большое удовольствие от того, что с тобой происходит там, на соревновательной площадке. И, наверное, из всех моих, там, не знаю, сорока чемпионатов, в которых я участвовал, это был самый большой кайф был вчера. Сегодня, чтобы не выйти во время, я чуть сократил эмоциональную часть своего выступления. И, ну, то есть, все удалось, все по плану, все получилось. Было чуть суше и профессиональнее, но было очень кайфово. Меня безумно порадовал кофе, потому что он за день со вчерашнего выступления так сильно развился, и он показал себя совершенно другой стороны, неожиданно. И мне сегодня была, ну, такая высокая уверенность в дескрипторах, которые я называю, и было очень круто. В чем? Дескрипторы. Слово такое. Посмотрим? Так, слово дескрипторы. У меня такого нету. Расскажите нам, пожалуйста, потому что... Это... Без вариантов. Вкусов и ароматов, которые гость или судья увидит у тебя в чашке. Ты говоришь о сладости, кислотности, горечи и о тех букетах, которые он почувствует. Да? Все просто. Просто больше нет слов. Но я... Это неправда. Вопросы есть. Если обычный человек, обыватель, любой наш подписчик, например, хочет стать бариста, что... Как ему это сделать? Профессиональным бариста. Чем нужно обладать? Какие шаги предпринять? Чтобы стать профессионалом, нужно пройти профессиональное обучение, да? Это очень просто. Хочешь быть стойлером? Поучись на стойлера. Несомненно... Школа бариста? Да, школа бариста. Несомненно, есть предрасположенность у людей к профессии, да? И очень часто есть стереотипичная такая штука. Ты идешь по кофейням и видишь, что... О, это точно бариста, и он будет работать много лет. А этот чувак или эта чувиха уволится через, там, полгода, потому что это точно не его. Ну, так оно и получается. Это очень интересно. Похоже на какие-то экстрасенсорные способности. Это опыт. Все. Ну, расскажите нам пару секретов. Вот как понять? Вот, допустим, вы посмотрите на меня. Похожа я на профессиональном... Смогла ли бы я работать долго и успешно? Давайте я вам задам вопрос, а вы мне честно ответите. Как вы проводите свободное время? Я смотрю фильмы и сериалы на английском. И хожу в театры. И, в общем, меня очень интересуются культурой. Кино, театр, какие-то выставки, прогулки, экскурсии, путешествия английский. А вот все, вот то, о чем вы рассказываете, для вас важно обсудить в диалоге с кем-то? Конечно. Вы не будете крутым баристом. Баристы, они такие социофобы, успешные. Это очень здорово. То есть, чтобы быть, чтобы стать настоящим, классным, профессиональным баристом и делать самый лучший кофе, ты должен быть... Социофоб это значит, что ты не любишь общество. То есть, ты практически, ты интроверт, закрытый человек, который четко сосредоточен просто на том, что ты любишь. Кроме одного момента, когда ты встаешь за стойку, ты полная противоположность. И вот тогда все будет круто. Если ты не можешь переключиться и будешь продолжать быть интровертом, скорее всего, ты погибнешь в этой профессии. Но если ты можешь, то все будет классно, как мы сейчас. Это гениально. Как правильно выбрать турку? Турка не должна быть стальной, наверное. Хотя я выступал на стальной, и было круто. Она не должна быть алюминиевой, это точно, это вредно для здоровья. Но самое главное, когда вы выбираете турку, она должна быть такого размера, чтобы вы ее могли выпить целиком приготовленную. Нельзя готовить в половине турки, нельзя готовить в четверти турки, две трети турки. Вы готовите полноценную джезву на себя одного или на двоих. Если этот размер для вас велик, покупайте больше. Если он маловат, в смысле меньше, если маловат, покупайте больше. И только такую джезву и надо брать. Самое лучшее для домашнего использования, если мы работаем на плите, газовое или электрическое, это медное джезву с широким основанием. Бывают узкое основание и почти прямые стенки вверх, бывают широкое основание и сильное сужение. И вот лучше брать тогда с широким дном, чтобы тепло, которое шло снизу, лучше прогревало ваш напиток. Что насчет кофе? Как понять, что кофейные зерна свежие и молодые? Я даже не знаю, как их назвать. Покупайте у доверенных поставщиков. Когда, если вдруг вы покупаете не в кофейне, а покупаете в магазине, обязательно залезьте назад и достанете последнюю пачку и посмотрите срок обжарки. Вкусно, когда от месяца, ну от двух недель до полутора месяцев. Все, что позже, уже, наверное, не так ярко и здорово. И я бы не стал готовить в джезве кофе, пожаренный под эспрессо. Ну, горьковато будет. Как правильно хранить кофе? Точно не в холодильнике. Потому что, вспомните, если мы положим в холодильник палку колбасы, она высохнет. Если мы положим кофе, холод достанет из него влагу, а вместе с влагой аромат. Кофе умрет очень быстро. Темное место, не теплое, не рядом с батареей, не над плитой, просто в шкафчик. Сейчас очень часто продают пакеты с зиплоком. То есть мы открыли его, закрыли. Этого необходимо и достаточно, чтобы нормально хранить кофе. Сколько его хранить? Вот важный вопрос. Я считаю, что открытый пакет нужно выпивать за неделю. Поэтому старайтесь покупать кофе такими пакетиками, чтобы вам было норм за неделю его выпить. Либо просто пейте много кофе. Если не успеваете выпить, зовите гостей. Не будьте социофобом, как Бористо. Отлично.